МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что происходило в городе и регионе, и как это отразилось на жизни горожан? Итоги недели в программе обозреватель. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Звуки военных маршей, торжественная музыка, возложение цветов. День Победы в Великой Отечественной войне отметили в Тольятти. Покажем основные моменты важного дня. Первый в России завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов будет создан в Тольятти. Как сегодня развивается беспилотная авиация страны? Этот вопрос обсудили в Самаре. Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гусенев провел специальное совещание. На исчету тысячи спасенных жизней своей работы эти врачи доказывают самостоятельно. Передвигаться на вторые сутки после операции на открытом сердце – это реально. Более 30 лет на базе Банныкинской больницы работает отделение сердечно-сосудистой хирургии. Музей под открытым небом с настоящим аэродромом и самолетами. Усадьба со своей винодельней – цветущая каштановая аллея. Наша съемочная группа побывала в гостеприимном Кенельском районе. Покажем сегодня красивые и удивительные места нашей области. Необычный художественный эксперимент, изящные балерины и тяжелая техника. Как это сочетается? Удивительную фотовыставку тольяттинцам представил московский фотохудожник Владимир Чикин. Самарская область вместе со всей страной отметила 78-ю годовщину Великой Победы. 9 мая – это самый важный и значимый для россиян праздник. Самая кровопролитная и жестокая война вошла в каждую советскую семью. Поэтому и сейчас, спустя 78 лет, мы чтим память героев-освободителей. Накануне праздника глава Тольятти Николай Ренц принял участие в торжественном мероприятии «Одна на всех победа» в Тольяттинском госуниверситете. Вместе с ректором ТГУ Михаилом Кришталом он принимал парад курсантов военного учебного центра вуза. Как отметил глава города, это масштабное событие уже много лет свидетельствует о высоком уровне патриотизма учащихся. На площади перед главным корпусом вуза собрались сотни тольяттинцев. И сегодня ваш дружный строй – это и память, предкам погибшим. И высокая честь в их память, но и готовность быть достойными их. И так же, как они, встать на защиту родного Отечества. «Преемственность поколений» – так и называется памятная акция, которая уже много лет проходит накануне Дня Победы. Сотни людей собираются на берегу Волги возле памятника Татищеву. Среди участников – патриотические объединения и студенты колледжей, ветераны боевых действий и десятки горожан, для которых память жива. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. В этом году участники акции передали добрые пожелания на открытках и баннере «Мы вместе». Участвовали в плетении маскировочных сетей. Все это будет доставлено нашим бойцам в зону СВО. Приемственность поколения – это связь между прошлым, настоящим и будущим. К сожалению, все меньше и меньше остается живых свидетелей тех трагических дней, радости Победы. И вот эта акция как раз способствует, чтобы эстафета от поколения к поколению передавалась. Сейчас каждое слово и весь смысл этой победы приобретает новый смысл на фоне происходящих событий. И мы понимаем, насколько тяжеленная борьба была тогда. Она и сейчас не легче. И поэтому вспоминаем наших дедов, отцов, которые дали нам возможность своей победой прожить в мире десятки лет. Утром 9 мая торжественное мероприятие по традиции прошло на Площади Свободы. Прямую трансляцию вел телеканал «Тольятти-24». Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! С троевым шагом в парадном расчете прошли представители Тольяттинского государственного университета, пожарно-спасательного отряда, кинологической службы МВД, кадетские и юноармейские отряды. В режиме реального времени поздравил жителей Самарской области с Днем Победы губернатор Дмитрий Азаров. Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые земляки, от всего сердца поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы. Это самый дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник. В нем слились воедино память о бессмертном подвиге нашего народа. Гордость за героическое поколение воинов-победителей и тружеников тыла. После парада первые лица города и руководители крупнейших предприятий приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Конечно, Великая Отечественная война – это страшная трагедия. И наш народ заплатил немыслимую цену жизни десятков миллионов. Но Великая Победа в Великой Отечественной войне – это гордость и слава нашего народа. Сегодня мы вспоминаем всех наших ветеранов. И священная память об этом подвиге объединяет всех нас – и ветеранов войны, и тружеников тыла, людей старшего и среднего поколения, и молодежь. Навеки останется в наших сердцах память о воинах, не вернувшихся с полей сражения. Митинг памяти с возложением цветов к Вечному огню прошел 9 мая и в Парке Победы. Великой Отечественной войны В память о героях Великой Отечественной войны многие участники размещали на своих машинах фотографии дедов и прадедов. Автопарады мы устраиваем ежегодно, начиная с 2011 года. Я думаю, это долг каждого – почтить память ветеранов, так как воевали в семье у всех родственники, бабушки и дедушки. В честь Дня Победы возложили цветы к обелиску славы и участники мотодвижения. Большой колонны байкеры проехали по улицам города. Это мероприятие объединило представителей из нескольких регионов Поволжья – Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары, Жигулевска, а также из Москвы. Вечером у Дворца спорта «Волгарь» состоялся большой концерт. Да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Завершился День Победы в Тольятти красочным салютом, и вот как это было в Автозаводском районе. Первый в России завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов будет создан в Тольятти. Он появится на территории особой экономической зоны. Уже к следующему году планируется производить более трех тысяч гражданских дронов. В течение пяти лет их количество будет увеличено до десяти тысяч. Как в целом развивается беспилотная авиация страны, этот вопрос обсудили в Самаре. Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев провел заседание по мобилизационной подготовке в сфере экономики. Создание производства и развитие беспилотных аппаратов в условиях санкций требует новых подходов. Сейчас все решения по этим вопросам прорабатываются. Подробнее обо всем расскажет моя коллега Наталья Лопатина. Будущее за беспилотной отраслью. К 2030 году Россия планирует производить более 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов. В данный момент дроны в нашей стране изготавливают около 70 компаний. Производители беспилотников уже сегодня могут претендовать на ряд мер господдержки. Президент страны Владимир Путин заявил, что отрасль беспилотных летательных аппаратов – важнейшее и очень перспективное направление деятельности. По поручению главы государства сформировали национальный проект по развитию этой отрасли. Планируется, что он будет утвержден 1 сентября. Задача нового национального проекта – использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики, для повышения качества жизни людей. И подчеркнув, в самых разных областях авиабеспилотники должны открывать принципиально иные, недоступные на прежнем технологическом уровне возможности. Развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов – задача сложная и комплексная. Она состоит из решения ряда крупномасштабных проблем. Первая и центральная – это консолидация производителей, создание системы кооперации и технологического обеспечения производства дронов. Еще один немаловажный вопрос – подготовка кадров. И ее нужно начинать фактически с нуля. Работа над этими проблемами идет постоянно, в том числе в рамках рабочих групп. Так, в Самаре прошло заседание по развитию мобилизационной подготовки в сфере экономики. Его провел первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. До сентября Белоусовым должна быть разработана большая федеральная программа. Она должна состоять из четырех отдельных направлений. И она посвящена беспилотию. Сегодня мы проводим выездное заседание группы Турчка, посвященное прежде всего тематике СВО. И мы будем рассматривать целый ряд важных федеральных инициатив, прежде всего через призму наших региональных интересов. Рабочая группа, которую инициировал президент страны, уже выступила с рядом инициатив. Среди них сертификация беспилотников и обеспечение безопасности их использования. В Самарской области в этом направлении делаются серьезные шаги. Правительством региона уже ведется проработка проекта по созданию в области полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов. От разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. Проект стратегически важен как для Самарской области, так и для всей страны. Он станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации. Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра. На сегодняшний день проведена значительная подготовительная работа. Некоторые новые модели дронов уже проходят опытное тестирование. В перспективе готовится выпуск их серийного производства. Основная площадка по производству беспилотных летательных аппаратов будет организована в Тольятти. К этой работе подключат ведущие университеты, где уже есть соответствующие наработки, а также научно-образовательный центр мирового уровня инженерия будущего. Наталья Лопатина, Евгений Черемин. Программа «Обозреватель». И теперь к другим темам. Уникальные и красивые места Кенельского района смогли посетить журналисты со всего региона. А посмотреть было на что. Музей под открытым небом с настоящим аэродромом и самолетами. Усадьба со своей винодельней «Цветущая каштановая аллея». А поводов собраться было более чем достаточно. Моя коллега Юлия Шевцова отправилась в гостеприимный Кенельский район. Она расскажет обо всем сейчас подробно. Не ждать, не откладывать. Взять и начать. Давайте все вместе деревья сажать! За моей спиной прекрасная каштановая аллея солидарности журналистов. Она была высажена ровно 20 лет назад. Посмотрите, какие замечательные деревья выросли! Сразу три юбилея. 95 лет с момента образования Кенельского района. 105 лет Самарскому областному отделению Союза журналистов России. И 20 лет аллеи журналистской солидарности отметили в Кенеле. Администрацией района и областным союзом журналистов был организован пресс-тур «Мы вместе». Я сегодня, когда увидела каштан, у меня слезы навернулись на глаза. И когда увидела ребят, я понимала, что те ребята, которые сажали с нами, они уже сейчас выросли, а это уже другое поколение. Это так здорово, так замечательно. Мы все время говорим какие-то слова о патриотизме, о любви к родине. А вот это и есть, наверное, любовь к родине. Сегодня каштановая аллея, высаженная с любовью школьниками, журналистами и неравнодушными жителями поселка Комсомольский, цветет, источает тонкий аромат и радует жителей Кенельского района. Среди тех, кто еще школьниками высаживал эти деревья, а потом о них заботился, поливал и ухаживал, семья Дорофеевых. Когда мы гуляем, посещаем наш спорткомплекс, мы всегда подходим сюда, смотрим. Я детям рассказываю, что мы вот с папой сажали вот эти вот каштаны. Вот и им становится сразу очень интересно, они начинают расспрашивать. Вот и в общем мне очень приятно, что пригласили на это мероприятие. Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поблагодарила за поддержку журналистского сообщества, главу муниципального района Кенельский Юрия Николаевича Житкова. За плодотворное сотрудничество и сохранение аллеи журналистской солидарности. Аплодисменты, Кирилл Павлович. Пусть над нашими головами летают птицы, пусть солнце будет ярким, а небо чистым и мирным. Также мы просим присоединиться к этой замечательной церемонии Ирину Владимировну и Юрию Николаевича. Раз, два, три. Сегодня мы вот тоже подумали, аллеи журналистов есть, что же еще внести? Четыре дерева посадить. Почему четыре? А сегодня журналисты считают это четвертой власти. Так что всех с праздником, дай Бог всем здоровья и благополучия. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОТОРЫЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Музей под открытым небом гвардейцы пользуется большой популярностью у жителей Кенельского района. Кроме того, здесь прошли обучение мобилизованные воины. Когда проходила мобилизация, более тысячи человек прошло через эту площадку. Если вы обратите внимание, на задах есть здания, плюс неудобные овраги, болота и все такое прочее. Для тренировки это очень хорошее условие. И когда командиры подразделения обращались с просьбой позаниматься с мобилизованными, мы откликались на эту просьбу, обеспечивали их учебными патронами, учебными гранатами, дымами, чтобы бойцы максимально были подготовлены. Некоторые из обученных здесь ребят сегодня сражаются в добровольческом подразделении «Рокот». Многие военные экспонаты музея участвовали в реальных боевых действиях во время Великой Отечественной войны, а также войны в Афганистане. Вся бронетехника на ходу. Здесь даже старинные пушки действующие. Затаив дыхание, журналисты наблюдали за трюками, которые выполняли на аэродроме гвардейцы-летчики. Бочка, колокол, мертвая петля. Согласитесь, такое увидишь нечасто. Чтобы наши парни, которые сегодня там выполняют боевую задачу, вернулись живыми и невредимыми. В этом году Кенельскому району исполнилось ровно 95 лет. Само слово «Кенель» имеет тюркские корни и означает «широкое, разливающееся во время половодия река». В состав русского государства Кенельская территория попала только во второй половине XVI века. До этого здесь проживали тюркские племена. На сегодняшний день население Кенельского района около 32 тысяч человек. В составе его территории 12 сельских поселений. Еще одно место притяжения для туристов, которое появилось здесь совсем недавно, посетили журналисты. Это восстановленная дворянская усадьба «Старый яр». Здесь на 10 гектарах разбили яблоневый сад. Даже в XVI веке, допустим, Москва представляла себя дома и усадьбы, обязательно осаженные садом, яблони, груши, уже даже были ягодники, как смородный кружевник. И всегда, всегда и везде в России сады выращивались, они были. В усадьбе «Старый яр» выращивают вот такой ароматный сорт, знаменитую беркутовку и еще 50 с лишним сортов яблок. Территорию усадьбы украшает пруд, в котором водятся даже самы. А также здесь расположена винодельня. Честно говоря, какие-то европейские поездки по разным винодельням, шато и так далее, в какой-то степени натолкнули на мысль, что у нас-то почему мы этого не делаем, скажем так. Что, в принципе, это же интересно будет. Вот попробовали, действительно понимаем, есть отклик, что это интересно, люди едут, интересуются. Вот, в общем-то, в этом идее есть, чтобы показать. Ну и, с другой стороны, пропаганда, так сказать, такого садоводства как такового, потому что не только в промышленном, но и, как говорится, на дачах и все прочее, чтобы тоже зналили сорта, какие существуют. Как новые сорта, которые приходят в других странах, что они у нас себя тоже неплохо адаптируются и неплохо себя ведут. Цветущие яблони в усадьбе Старый Яр, историко-патриотический музей под открытым небом гвардейцы, каштановая аллея солидарности журналистов. Теплая встреча коллег со всего региона в Кенельском районе была наполнена особой атмосферой единения. Она еще раз показала, как важно нам держаться друг за друга и как красив наш самарский регион. А ровно через пять лет, в год столетия Кенельского района, на аллее журналистов будет скрыта заложенная здесь капсула с обращением к потомкам. Юлия Шевцова, Андрей Костомаха, программа «Обозреватель». История города, история больницы. В прошлом году городская клиническая больница номер два отметила 60-летие со дня сдачи первых корпусов. Сейчас это одна из старейших клиник города и одновременно крупнейшая кузница кадров для здравоохранения. Около полувека назад группа врачей-фронтовиков превратила маленькую городскую клинику и стационар в один из крупнейших медицинских центров города и области. Сегодняшние врачи с не меньшим упорством внедряют новые методы оказания высокотехнологичной помощи, делают ее доступнее, ближе к пациенту. И более 30 лет на базе Баныхинской больницы работает отделение сердечно-сосудистой хирургии, где делают уникальные операции. На счету врачей тысячи спасенных жизней. Репортаж Наталья Лопатина. Мы в отделении сердечно-сосудистой хирургии горбольницы номер два. Здесь ежедневно спасают жизнь и здоровье людей. Ритм работы упругий, ответственность большая. Тысячи операций в год. В этом современном медицинском центре используются все самые новейшие методы и технологии оказания помощи. Казалось бы невозможно, но опытные врачи, хирурги своей работой доказывают самостоятельно передвигаться на вторые сутки после операции на открытом сердце. Это реально. Вот и сейчас здесь, в центре сердечно-сосудистой хирургии идет очередная операция. За каждое сердце врачи бьются до конца. Добрый день. Как самочувствие? Очень хочется на работу. На работу? Скучился уже по работе. Ну, скоро пойдешь. Так, температуры нету, ничего? Все спокойно, нормально? Все, как обычно, бодро и весело. Спасибо вам, что быстро отреагировали. Ну, хорошо. Уверенно сделали. Да, три шунта. Артериальная гипертензия, атеросклероз, сердечная недостаточность. Эти болезни широко распространены во многих странах мира. Они занимают лидирующее место в общей статистике смертности. В Тольятти с заболеванием сердечно-сосудистой системы на учете сегодня находятся более 100 тысяч человек. В этом центре жители получают быструю и высококачественную помощь. Диагностика тоже на высоком уровне. И это важно для незамедлительного оперативного лечения. Если его привозят в первые часы после инсульта, к нам доставляют его, и мы этот тромб у него из головного мозга откачиваем специальными инструментами на вот этом рентгеновском аппарате. Это тоже современные технологии. Только-только стало применяться вот в Тольятти. Центр сердечно-сосудистой хирургии на базе Банекинской больницы был открыт более 30 лет назад. Когда-то именно Валерий Эдгартович Рудуш активно продвигал саму идею создания такого центра в Тольятти. Мечта доктора воплотилась. Благодаря администрации города, крупнейшим предприятиям, в том числе АвтоВАЗу, было создано уникальное лечебное учреждение. Сегодня в отделении работает 10 высококвалифицированных врачей. Уровень подготовки специалистов постоянно растет. Многие операции, за которыми тольяттинцы раньше ездили в областной центр, сейчас делают у нас. Мы не стоим на месте. Количество операций увеличивается. Естественно, результаты этих операций тоже как бы видны. Даже потому, что летальность у нас из года в год порядка 0,2-0,3% снижается. Точность рук и не шанса на ошибку. Сложнейшие операции даже на работающем сердце. Все это подвластно врачам центра. Для Тольятти достаточно новая операция на работающем сердце. То есть, когда не подключается аппарат искусственного кровообращения. А операция на работающем сердце. Таких центров в России, но сейчас уже больше, все больше. Но в Тольятти этих операций мы делали крайне-крайне редко. Но вот в этом году уже одну сделали операцию. Так что все нормально. Мы тоже, как говорится, не стоим на месте. Хирурги отделения сердечно-сосудистой хирургии учатся буквально каждый день. Многие операции, которые еще вчера оказались сложными, сегодня поставлены на поток. Тольяттинские врачи спасают жизни. И главная награда для них – это улыбка пациента, проснувшаяся после наркоза. Хвала, хвала только, хвала, хвала. Благодарцы им за то, что меня проперировали, вовремя сделали, короче, без проблем и ничего. Относились врачи вообще отлично. Наталья Лопатина, Андрей Костомаха. Программа «Обозреватель». И в завершение выпуска о необычном художественном эксперименте. Изящные балерины и тяжелая техника. Как это сочетается? Удивительную фотовыставку тольяттинцам представил московский фотохудожник Владимир Чикин. Мультимедийная экспозиция открылась в Поволжской академии образования и искусств. В центре внимания зрителей – балерины в современных мегаполисах. На открытие выставки побывала моя коллега Юлия Шевцова. Ей слово. Изящество линий и грация юных балерин. А ярким фоном – непривычное сценическое пространство. А современные мегаполисы – индустриальные пейзажи, памятники архитектуры, красивая природа. Зрителями мультимедийной выставки Владимира Чикина «Балет и город» уже стали жители более 44 стран. А сейчас ее представили тольяттинцам в Поволжской академии образования и искусств. Реакция прохожих на улице, а затем зрителей фоторабот и видеороликов о том, как происходили съемки, вдохновила автора. Известного дизайнера и художника Владимира Чикина на продолжение. Сегодня мультимедийный проект «Балет в городе» включает 20 тысяч фотографий. Свыше 50 видеороликов с поездками по России, Белоруссии, Франции, Бельгии, Таджикистану. Художественный эксперимент, который перенес классический балет из театральной среды в непривычное пространство, получил множество положительных откликов по всему миру. Объединившись с художниками и студентами Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки, Владимир Чикин включил в свой проект скульптуры и картины, на которые авторов вдохновил балет. В Поволжской академии образования и искусств выставку «Балет и город» принимали очень тепло. О русской культуре часто говорят, одним из первых называют именно наш балет, это наш бренд, можно так сказать, который узнаваем во всем мире. И вот эта удивительная идея Владимира посетила. Стоит отметить, что в съемках принимали участие артисты балета Большого театра Москвы и Минска, Астраханского, Чувашского, Таджикского театра оперы и балета и многих других. Как признается Владимир, одной из самых значимых лесных оценок проекта был для него отклик дочери. Она сказала, что непременно должна побывать в Астрахани, увидеть воочию ту красоту, которую передают фото и видеокадры. Для фотосъемок хрупкие балерины взбирались на небоскребы, мосты и самолеты, памятники архитектуры, подбрасывали вверх арбузы в Дагестане, погружались в воду. Показать красоту этого мира сквозь призну искусство балета, пожалуй, одна из главных задач художника. Впечатления великолепные. Столько ярких цветов, столько элегантности, какой-то эстетства. Выставка очень понравилась. Действительно, она удивляет. Выставка эта поразила, безусловно, оригинальностью авторской идеи. Я посмотрела очень красивые, изящные образы, запечатленные на этих фотоработах. И любая выставка сама по себе это праздник. А выставка Владимира Чикина, я бы сказала, это удивление, это восторг, это огромная радость. Такие работы надо видеть. Проект Владимира Чикина «Балет и город» – это философия красоты и вечности. Желание раскрыть разнообразие культурных традиций, умение замечать красоту в повседневности. Выставка поражает своей необычностью. Чаще всего мы в нашем выставочном комплексе видим больше художественные, классические работы. Здесь же представлены фотографии, новый для нас жанр. И мы очень рады, что в нашей академии появляются и такие необычные работы, что она открыта для чего-то нового. Надеемся, что и в дальнейшем мы сможем наблюдать тоже много интересного в наших стенах. Теплое общение с автором и вопросы тольяттинцев о том, какие места притяжения выбрал бы Владимир Чикин для съемок в нашем городе. Ведь в Тольятти есть балетная школа имени Майи Плесецкой со своими талантливыми юными балеринами. Так что, надеемся, продолжение у этой истории будет. Мы разговариваем о том, чтобы сделать в следующем году балетный город Точка Тольятти, чтобы была своя история. Юлия Шевцова, Евгений Черемин, программа «Обозреватель». На этом все. Спасибо, что вы смотрите «Обозреватель». Мы всегда держим вас в курсе главных событий. Напомню, что прямую трансляцию нашего телеканала можно смотреть круглосуточно на сайте tv.toliaty24.ru, а также в наших группах в Телеграме и ВКонтакте. С вами была Яна Левина. Удачной недели и всего самого доброго.